Вот на этом болгарском корабле «Царевна» до сих пор находится экипаж, 5 человек, 4 матроса и капитан. Дело в том, что они отказываются покидать судно, у них все есть, еда, вода, но они обязаны поддерживать жизнь корабля, поэтому они просто будут ждать, когда акватория станет чистой и можно будет идти домой. Позиция капитана непреклонна, пока корабль дышит, командир стоит на мостике. 15 человек из экипажа согласились на эвакуацию и 15 апреля эвакуировали. Судно живое, оно живое, и поэтому обычно капитан остается до конца судна. Борт корабля дал трещину от попадания снаряда, но течи нет, поэтому и сердце сухогруза, двигатель останавливать нельзя. Можно уметь в судно, но есть новая электроника. Когда нет, потом рестарт на этот электроника, очень сложно, очень-очень сложно, и нет специалистов, чтобы... Борт сейчас заминирован, это сделал еще украинский флот в самом начале военных действий, чтобы заблокировать выход из гавани. Особый цинизм в том, что украинские националисты в Мариуполе подвергали опасности жизни западных партнеров при помощи западного же оружия. Его мы наблюдаем здесь везде. Чешская республика. 5,56. Это единый боеприпас НАТО. В ангаре же по правому борту цесаревный, тому, который с трещиной, мы и вовсе нашли кустарное оружие. Очень много интересных вещей. Вот такая вот противотанковая пушка. Могильная, кстати. Уже известно, что порт пыталась удержать часть 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Во многих помещениях здесь до сих пор лежит обмундирование. Вот, к примеру, новый зеленый билет морских пехотинцев Украины. Нужно сказать, что к обороне они, видимо, готовились слабо. Не хватало боевой техники. И вот таким вот кустарным способом обычные гражданские автомобили превращали в бронемашины. Но сейчас у моряков болгарского сухогруза все хорошо. Они ждут, когда фарватер будет свободен. Пока же живут как обычно. Вода холодная, горячая, электричество, тепло. Это все, чего так сейчас резко не хватает в Мариуполе. Здесь же у экипажа корабля созданы все условия для того, чтобы спокойно переждать это непростое время. Редактор субтитров А.Семкин